приветствую всех на своем канале сегодня ребят мы будем делать автомобильную самоделочку которая пригодится рыбакам охотникам да и просто тем кто живет вдали так сказать от чищенных дорог если вдруг замело или наоборот размыло дорогу грязь весна зима морозы и вы попали в неловкую ситуацию на автомобиле то есть сели на днище и с этим ничего не поделаешь нужно брать лопату и откапывать если это зимой а если это весной и вы сели на грязь провалились в болоте с такой нибудь местности а рядом не души не человека как вам выехать для этого ребят мы будем делать вот эту вот сама девочку так что смотрим нам для этого понадобится профтруба так как у меня машина легковая я думаю достаточно будет два на два сантиметра и толщиной от полтора до двух миллиметров 28 сантиметров кусочек и 8 сантиметров кусочек нам ребят нужно будет ее вот таким вот образом приварить что нам еще понадобится код кусок цепи так сейчас я достану здесь где-то у меня разные старые цепи валяются советского образца еще вот но вот я думаю что то можно из этого выкроить сварка естественно и два крючка с проволоки толщиной скорее всего восьмерочка 8 миллиметров толщиной мы сделаем два небольших крючка вот сейчас я все это сделаю потом покажу вам как это работает ну и затем расскажу про размеры цепи размеры крючков и так далее так что ребят смотрим вот что у нас получилось ребят вот так вот цепь приварил с двумя крючками крючки восьмерка проволока 8 миллиметров толщина и приварены они прям к звеньям цепи вот сама цепь приварена к нашей профтрубе вот отсюда до сюда ровно 12 сантиметров здесь привариваем цепь здесь снизу для чтоб дан крат наш не соскочил приварил я вот таких отрезка тоже от вот этих крючков оставались кругляк 8 миллиметров между ними расстояние 7 сантиметров так дальше друзья дальше что нам понадобится так как профтруба у меня полтора на полтора толщиной миллиметра я вот побаиваюсь что может быть она не выдержит нагрузки поднятия автомобиля я хочу вот таким вот образом вот у меня остались два кусочка как раз круглячка вот сюда приварить и вот сюда вот приварить так сказать усилить всю эту конструкцию сейчас я друзья все это дело приварю и потом уже будем смотреть как она работает ряд вот так вот выглядит сама девочка моя в окончательном исполнении то есть еще раз покажу профтруба 2 на 2 сантиметра вот здесь вот я усилил круглячком проволока и 8 миллиметров крючки тоже с этой проволоки и цепь но сейчас будем пробовать ребят как она работает так что идем к мак автомобилю а еще чуть не забыл эту самоделочку ребят я посмотрел подсмотрел у одного мужчины виктором его зовут довольно пожилой мужчина фамилию к сожалению помню но маленько сделал на свой лад вот ребятушки установил свое устройство и сымитировал как видите погружение колеса до середины то есть как раз автомобиль сел на днище то есть подложил вот эти доски как будто бы у нас автомобиль уже сидит на днище сейчас плюс этого устройства то что можно поднять автомобиль за колесо абсолютно любым домкратом как ядравлическим так вот таким вот обычно прошу прощения ребят сейчас у нас очень ветрено поэтому специальной техники у меня нету которая заглушает звук ветра сейчас я вам продемонстрирую как все это дело поднимается устройство одевается очень просто вставляется сюда цепляется двумя руками к сожалению это устройство подходит только для штампованных дисков но в следующем видео или через пару видео я вам маленько усовершенствую конструкцию которая будет поднимать автомобиль за литой диск то есть залитое колесо смотрим как поднять все автомобиль наш поднят сейчас я продемонстрирую это колесо поднято также можно маленько еще подкачать и под колесо уже подкладывать например доски я с собой вожу две доски по одному метру длиной чтобы потом машина на них опускалась сейчас друзья будем пробовать поднимать на обычный домкрат вот так как это устанавливается то есть очень просто берем вставляем вот так все она у нас установлена затем сейчас будем пытаться все это дело под домкрат снять наш автомобиль изначально сделал для вот этого домкрата но подойдет любой то есть этим домкратом можно поднять автомобиль очень высоко на всю его длину как вы видите колесо поднята можно еще маленько поднять его так что ребята вот такой вот получилось нехитрое приспособление для поднятия автомобиля за колесо вот так вот она выглядит советую делать его с более толстого металла чтобы не усиливать также для другого автомобиля у меня легковой автомобиль то есть он легенький по сравнению с джипами например нужно делать довольно довольно мощную усиленную конструкцию но главное ребят принцип вы поняли так что друзья кому понравилось видео ставим классы подписываемся на мой канал и ждем еще более интересных самоделок пока кстати не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео